Опыт показал, что инициативное дело семейное Пока смерть не разлучит нас Или какая-то сука Изменил? Давай И пусть пошел он нахуй, как говорится А подруг тоже страхует У меня просто в момент надевания презерватива Либидо такое, типа У меня есть знакомые мужчины Друзей мужчин у меня нет Идите Я бы очень сильно ревновала, если бы мой новый молодой человек жил с бывшей Это с кофе-рума со стаканом Написано Люмас продакшн энд Кристина Казарова Это я за двух Коллаба века Друзья, всем огромный привет Если вы меня видите впервые, меня зовут Вика Люмас А если вы на меня подписаны То неудивительно, что вы забыли это Потому что я видео не выкладывала уже очень давно Сегодня в костях у меня моя подружка Кристина, это наш второй дубль Вторая попытка записать видео С подкастом про отношения Потому что мы его записывали вчера Вы задавали вопросы в моем телеграм-канале Вопросы были классные Их было много Мы записали на два часа подкаст Но, к сожалению, микрофон нас вчера подвел И мой, и Кристинин Поэтому сегодня в кадре у нас будет вот этот вот друг мой Я надеюсь, что он вас не сильно будет увлекать Филипп Сегодня я буду звать Филипп Филипп? Да Красивая Для микрофона и вообще В общем, надеюсь, что сегодня Если вас разочарует картинка То хотя бы не разочарует звук Я на это очень надеюсь Ребята, подписывайтесь на мой телеграм-канал На Кристинин телеграм-канал Он, конечно, закрыт, но она будет всех принимать Да Кристина, вам по-любому понравится, я уверена Также оставляйте свои комментарии По ходу дела, по ходу этого видео Обязательно в тактичной, не уничижительной Ничего, достоинства форме Мы высказываем этот дисклеймер Исключительно свое мнение Чисто то, что мы думаем И также хотелось бы напомнить Сказать, потому что вчера мы об этом говорили Что я русская Кристина армянка У них немножко другой менталитет Представление об отношениях Мне 27 лет, Кристине 22 года Поэтому это будет битва поколений Менталитетов И менталитетов Приятного просмотра Давайте начнем с вами с вопроса Как относитесь к большой разнице в возрасте? И какая разница считается для вас допустимой? Это моя больная тема Вообще, для меня Все, что старше меня Типа на 2 года, на 3 года Это все, это дед Я не знаю Я не очень люблю взрослых мужчин Единственный взрослый мужчина, который мне нравится Это Джаред Подолеки Типа, ну, Роберт Дауни-младший Все, остальное для меня Это все деды Как-то у меня так постоянно получается Что либо мне нравятся парни младше Либо, если они мои ровесники Но выглядят младше На свой возраст Потому что я свой возраст не принимаю И, наверное, поэтому Какая разница для тебя допустимая? Давай, от, до Вообще, до недавнего момента Я думала, что, типа, разница в 2-3 года В обратную сторону Типа, если парень младше меня года на 3 Это прям максимум Ну, оказалось, что есть Типа, разница 22 нормально Да Просто это зависит еще очень сильно от человека Потому что есть, там, мужчины в 20 и в 22 года Прям мужчины и девушки Достаточно такие умные, интересные Знают, чего хотят от жизни Осознанные, так скажем А есть и в 30 лет дурачки Поэтому тут больше зависит от человека А не от возраста Некоторые вонные в 40 лет Себя ведут как дети Как малолетки просто Даже не как дети, как малолетки В сторону женщин Я думаю, что вот девушки Некоторые любят мужчин постарше И разница в 10 лет Для меня лично огромная Но я знаю, что многим приемлемым У моего родного отца и у моей мамы Разница была в 10 лет Это не моя история Знаю, я считаю полностью наоборот Для меня допустимая разница Это если мужчина старше меня Там максимум 15 лет Все, после 15 лет Уже это матч для меня Но до 15 лет Окей, норма 10 лет 8 лет разница Это вообще, мне кажется, идеал Ну тебе, смотри Ты просто, да Ты еще молодая Тебе 22 года Типа 8 лет разница Это 30 лет всего Если парень будет младше меня Мне кажется, мне будет некомфортно Я тебя просто, наверное, мамочкой Мальчик, я не твоя мама И, наверное, буду всегда переживать Что вот Заберут органы опеки Ну, не знаю Зато его можно всегда сдать в детдом Для меня 10 лет Ну, то есть разница, чтобы мужчина был старше Да, 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 конечно Чтобы мужчина был старше Потому что, как правило, в этом возрасте Мужчина уже знает, чего он хочет от жизни Ну, в своем большинстве А там, конечно, все зависит от того, что у человека в голове И цифры мало что решают Я думала, что главное, чтобы это было по-настоящему Если вы любите друг друга То тогда вообще возраст на предел Конечно, в рамках закона Алла Борисовна, скажите, пожалуйста А когда родился Максим Галкин Вы ждали, пока ему исполнится 18? Как ты сегодня сказала Хороших мужчин разбирают их С щенками Следующий вопрос Ничего Я напишу, Даня, пошли в ЗАГС Я не знаю Блин, ну, смотря при каких обстоятельствах Мы познакомились Знакомы ли мы вообще Если мы совсем не знакомы Это интернет И опять же, из последнего Я просто увидела в релсе мужчину И такая, го в ЗАГС Мужчина Мальчика Мужчину Там мужчина Короче, я просто увидела парня Мне парень понравился И я такая, типа Блин, да, один раз живем, что теряться Ну, понравился мне человек Почему бы и как-то не проявить себя Возможно, я ему тоже понравлюсь Я такая Пошли в ЗАГС И под следующим видео Сказала, типа Ребят, я все еще ищу его передать ему Пожалуйста И он мне написал И вот Мы общаемся Все, видите Как бы быка за рога А так, я не знаю Если мы, допустим, долго знакомы И общаемся Во-первых, я сначала прощупываю почву Чтобы понять, нравлюсь я ему или нет Но по парням очень часто Это вообще непонятно Они либо со всеми так общаются Вроде ты ему нравишься А потом он куда-то там пропадает На три недели Не пишет тебе вообще Вы не общаетесь То есть непонятно Но надолго меня не хватает Я сразу стараюсь поговорить И такая, типа Блин, слушай, ты мне понравился Я бы хотела тебя поближе узнать Если тебе ок То давай Если нет То давай ставим как есть Ну, то есть Все вот в таком ключе Честно, я завидую твоей смелости Если у меня пойдет какая-то инициатива Если он мне нравится То да, я ее поддержу Но первое признаться И сказать Ну, вот я трусишка Очень большая В этом смысле Я так не могу Ну и вообще Мне бы хотелось Чтобы рядом со мной Был сильный и инициативный мужчина Ну, я бы тоже, конечно, хотела Чтобы, да Мужчина проявил инициативу Но мужчинам тоже страшно Так что они тоже боятся Быть отвергнутыми Или Ну, а что Мужчины не люди, что ли? Ну, люди, конечно Но Но Почему они не проявляют инициативу? Следующий вопрос Блин, парни Вообще не стесняйтесь Проявляйте инициативу Пожалуйста Кто может указать На похолодание Чувств партнера Или же на их полное отсутствие В отношениях? Это моя история Что мы распляем Тоже все по-разному Потому что Я могу судить Исключительно И рассказывать истории Своей жизни И своего опыта Мой бывший просто Начал в какой-то момент Не так со мной общаться Он, получается, был в Германии В другой стране Работал Он уехал на три месяца И в какой-то один Ну, вот последний месяц Когда уже Он должен был вернуться Он как-то долго отвечал Хотя был онлайн Ссылаясь на то, что он работает Хотя Ну, мы все прекрасно знаем Что если мужчина хочет Он Да Он напишет Как говорит моя подруга Если человек хочет Он лишний раз позвонит И не покакает Да Это факт Ну вот Просто начал Морозиться Игнорить И когда вернулся в Россию Вместо того, чтобы Приехать ко мне домой Мы жили вместе Он просто то в один город Поедет поработать То в другой город К бабушке поедет Буквально на полдня Заезжает домой И он неконтактный И пытаешься его обнять Ты соскучился по человеку А он как-то Вот прям на телесном уровне От тебя как-то отстраняется И избегает Не такой уже нежный Не такой ласковый Ну, то есть Я не знаю, как мужчина Но девушки, мне кажется На интуитивном уровне Они всегда чувствуют Когда что-то не так И что-то изменилось Я могу сказать Абсолютно точно Я как эмпат И не в рот Я прям даже по перепискам Вижу, когда что-то не так И когда мне не договаривают Врут Или когда вот реально Что-то не так Это прям вот сразу считывается И больше всего я ненавижу Когда мне еще при этом Начинают пиздеть Что все хорошо Все нормально Все окей Я вижу, что не окей И меня обманывать бесполезно Мне кажется, что Какой-то холод И когда пошла какая-то трещина В отношениях Это даже в глазах Сразу читается Человек даже смотрит На тебя другими глазами Он смотрит по-другому, конечно Он избегает Какого-то общения Постоянно ищет Какие-то отговорки Ой, у меня там работа Или ой, у меня вот это Оно как бы Я просто устал Да Вот сейчас просто Такой момент Или еще что-то Ну то есть Проблему, работа Они будут всегда Были, есть и будут Поэтому Это вот все Просто отговорки Отмазки Но Тут важно разобраться В причине Почему это происходит Явился ли кто-то третий Или просто Угасли чувства И нужно иметь Ну достаточно мужества Чтобы сказать человеку Что Ну вот Я тебе извини Я тебя не люблю Нужно разобраться В причине То есть Либо вы понимаете Что вам нужно Расходиться И просто Сложно преодолеть Сложно преодолеть Вот это Волнение В признании Об этом И поэтому Появляется холод В отношениях Или же Какая-то другая причина Важно просто Честно поговорить Честно ответить Быть честным Перед самим собой И перед своим партнером Хотя бы В уважении Того Что вам Когда-то Было хорошо Да Как считаете Если двое В отношениях И собираются Покупать квартиру Пополам То на кого Ее оформлять Что делать с ней В случае разрыва Сколько это вообще Хорошая идея А если в браке И так же пополам То на кого Я не знаю Я не юрист И никогда с этим Не сталкивалась И я не знаю Куплю ли я когда-то Свою квартиру Вообще Но Я совершенно точно Могу сказать Что пока вы Пока вы не муж И жена Ну у кого Деньги Тот ее покупает Тот ее оформляет Не пополам Потому что Доверие Это хорошо Я про доверие Я про любовь Я про взаимность Но жизнь Такая штука Что Мне кажется Вообще Есть ли такие пары Которые просто В отношениях Не муж и жена Не жених и невеста И при этом покупают Совместное жилье У меня Есть У меня есть Такие знакомые Но квартира Оформлялась На парня И почему Я всей этой истории Не доверяю Потому что Квартира была Оформлена на парня В этот момент У них пошел разлад Они оба платили ипотеку Оба со своих денег И Ну он Они решили расстаться Из-за того Что он ей изменил И Ну такой Типа Ну квартира моя Но она собирала все чеки Она вроде в суд подавала Чтобы доказывать И отсудить часть квартиры Или просто Чтобы он ей деньги отдал Которые она вложила В эту квартиру Поэтому Я совершенно точно знаю Что Какое бы сильное Там друг к другу Ни было доверие Вы никогда не можете На 100% Быть уверенным в человеке По крайней мере Когда вы муж и жена Это можно доказать Через суд И вот как Разделение совместно Нашего имущества А так По-другому Ну просто И не важно Типа девушка вы или парень Станьтесь с голой жопой Поэтому только через брак Это вопрос Который поставил меня В тупик И в какое-то Затруднение Потому что Странная ситуация А зачем Как вы можете купать квартиру Когда будет Ну то есть Я согласна Что Кто больше Вкладывает По стоимости В эту квартиру То пусть Тогда тот На себя И записывает Это будет честно А там дальше Уже при разрыве При расходе Тут мне кажется Дело вообще совести И дело того Как вы расходитесь И готовы ли вы потерять Своё лицо Из-за квартиры Это очень классная мысль Частую Которую я увидела У стендап-комика Карина Миханаджан И она там говорит О том Что один из секретов Счастливой семьи У них Это то Что мы вдвоём Против проблемы То есть мы не ставим Не друг против друга Мы не ставим Ультиматум Там допустим Если вот так То я ухожу То есть нет Мы в любом случае Остаёмся вместе Но как нам решить Эту проблему Мне кажется Это правильно Я согласна полностью Какой-то золотой секрет На самом деле Тут для вас свидание Ооо Моя любимая Кому мы как-то обсуждали Там, где есть цветы Когда партнёр Приглашает вас Куда-то И всё организовывает Будь то Что-то креативное Или просто Поход в кино Ресторан Или он пригласил Он и оплачивает Иначе это просто Совместное время Препровождение Сейчас будет Битва титанов Просто Потому что я адепт Того, что Когда вы встречаетесь С парнем Первый раз Лучше, чтобы каждый Платил сам за себя Потому что Никто никому Ничего не должен Но я не против Если парень Заплатит сам И также Стоит учитывать То, что Если он пригласил вас На какое-то мероприятие Там в картинг В боулинг В кино Кто в кино Покупает билеты Тот, кто пригласил То есть он пригласил Он оплачивает Там тот же картинг Боулинг Он бронирует дорожку Занимается всем этим Оформлением И все остальное Вот Если вы идете Там в кафе Поесть Как бы Можно предложить Разрелить счет Если парень Скажет Нет Я сам Окей Без проблем Но Не вижу ничего плохого Если Заплатит девушка И свидание Что само по себе Свидание для меня Все, что Вне романтического вайба Это встреча Это вот Совместное Времяпрепровождение Когда вы только Знакомитесь Друг друга Узнаете У вас еще нет Каких чувств Друг к другу Вы просто встречаетесь Для того, чтобы Пообщаться И узнать друг друга Получше Свидание Это когда вы уже Романтически настроены Друг к другу У вас уже Вот эти флюиды Бабочки Вот это вот все И вы такая Омережаетесь И он такой Приблотнился Помылся Это база По желанию Как говорится Это минимум Который нужно сделать Ну короче Вы такие все Приблотненные Такие все Идет все И у вас там Не знаю Какое-то Интересное Место Может быть Там цветы Все дела Такая приятная Музыка Вы такие Сидите Такие О боже Ну вот это вот Свидание Да Если вы просто Типа Видитесь первый раз И идете гулять По городу Ну Для меня это не свидание Для меня это встреча Свидание Это когда уже Есть романтика И между вами Какие-то чувства Тогда для меня Это уже свидание Самое главное Я считаю Что абсолютно Нужно выделять Что это свидание Если это парень Инициатор Я думаю Что он должен Слово должен Мы сегодня будем Очень много его говорить Но мы все Прекрасно понимаем Что никто никому Ничего не должен Давайте просто Этот момент Обоговорим Использование слова Должен Будет звучать В нейтральном контексте Я считаю Что парень должен Сказать о том Что я приглашу тебя На свидание Пойдем со мной На свидание Вот именно Свидание Слово должно фигурировать Ну просто потому Что я люблю это слово Это красивое слово Я скажу Почему это слово Нужно использовать Желательно использовать Потому что иногда Парень может подумать Что это было свидание А девушка будет думать Что это просто Дружеская встреча Потому что Ну непонятно Она болевшая Да И у меня есть Какие-то определенные Критерии того Что вот это Можно назвать свиданием И это было свидание Это Во-первых Если парень дарит цветы Если это имеет Романтический подтекст То есть если Изначально цель встречи Была не Ой давай Обсудим Какие-то Может быть Рабочие вопросы Или Да вот Просто давно Не виделись Давай встретимся Это не свидание И для меня Конечно по правилам Этикета Кто приглашает Тот и платит Да И вот этот вот Новый Ну блин А прикинь Ты приглашаешь парня Не знаю Прыгать С парашюта На байдарках И такая Типа Ну давай Доставай кэш Нет Нет Но это уже Приглашение В путешествие Это Это уже Подожди Сейчас мы дойдем До байдарки Тебя приглашали Хоть раз На байдарку Нет Нет Приглашали В палатку В лес В общем Блин Меня даже В палатку Не пригласили Не раз Короче Кто приглашает Кто-то платит По правилам Этикета И новое время Нам диктует Новые правила Там равноправие Каждый платит Сам за себя И так далее И так далее Но В моем понимании В моей голове Хватит тарать Мы подкаст записываем Спасибо Конечно Нет Ты же тут живешь Продолжай Так ты сейчас уедешь Все равно Через три дня отсюда Но я Человек Который вырос Абсолютно С другим пониманием И я Не смогу Обозначить Свидание Как свидание Если его Если инициатором Свидания был парень И если мы должны Там поделить счет Если он попросит Меня заплатить За билет В кино Или купить попкорн Или еще что-то Ну то есть Я такая сразу Это последнее свидание Это не свидание Тогда Простите Кристин Давай будем честны Наш вчерашний вечер Был больше похож на свидание Чем Это правда Чем какие-либо Последние наши Вообще В принципе Наше общение Даже мне кажется Больше похоже на свидание Я дарю Кристине цветы Я кормлю Угощай ее кофе Но это твоя работа Тоже тут не путай Нет Я сама тебе предлагаю Деньги с тебя не беру У нас цветы присутствуют Сейчас за кадром Можно пожалуйста Там розы на морозе Они не прижимли Хочу потом это вставить Они же посохли все Вот так мы в таких полевых условиях Снимаем Понимаете Девочки Все для вас Я думаю Что вы ребят Можете абсолютно точно Высказывать свое мнение В комментариях На этот счет Насчет моего мнения Насчет мнения Кристины Каждое мнение Имеет место быть Никто никого не обсуждает Мы вот просто Делимся друг с другом Своими мнениями И мы вот Ну Кристина такое Мне такое Какое у вас Считаете ли вы необходимости Иметь семейный бюджет Имеется в виду Заработанные обоими деньги Когда оба вместе Принимают решение Какой-то крупной покупки Может даже не крупной Если это покупка Для одного человека Он это хотел И может себе позволить Постскриптум Лично для меня Звучит дико Когда один себя ограничивает Когда другому Приспичило Например Собрать комп Чувствую у кого-то Больная тема Словно Сначала мы копим На комп Потом на айфон Но когда мы купили комп Мы расстаемся И все И до айфона не доходит Мы же расстанемся Перед 8 марта 9 сойдемся Да Да У меня была такая история Тоже в жизни Но сейчас не об этом Ну в общем У меня допустим У младшей сестры С ее женихом Совместный Семейный бюджет Они оба работают Они копят на Всякие эти штуки И всякие штуки И приколы Друг для друга Они покупают вместе То есть им так ок У них короче Общие деньги Но также каждый При этом может Что-то там себе купить Если это что-то крупное Они конечно вещаются Нужно ли им это В моей В моем случае У меня Было всегда так Что ну деньги Моего парня Это его деньги Мои деньги Это мои деньги Если мы живем Там в квартире В основном у меня Мужчины платили за жилье Продукты мы покупали Каждый пополам Ну то есть Сегодня там он купил Завтра я купила Кто короче в магазин зашел Кто-то купил А какие-то крупные покупки Ну если тебе нужен комп Ради бога Покупай себе комп Если мне нужен айфон Я коплю себе на айфон Я не буду просить Мне дать денег На айфон Если ты захочешь сам Его мне купить Подарить Или Короче если ты хочешь Ты можешь мне добавить денег Если у тебя есть такое желание Я не буду там Я не буду отбиваться ногами Говорить что нет Не надо Но вот у меня были ситуации В жизни Когда у меня парень мой От ревности Потому что он просто ебанутый Разбил телефон А пол который он мне подарил И я такая Ты типа норма Он такой Это мой подарок Я тебе его купила Я имею полное право Делать с ним все что захочу Я такая Ну тогда теперь ремонтируй Он сказал Айфон мой Проблема твоя Ремонтируй сама Вот И так же Этот же парень Я до сих пор общаюсь С девчонкой С которой он встречался до меня Ну так вышло просто И она набрала кредитов Чтобы ему купить все Макбук Или что там Или комп Короче маковский какой-то И все Они расстались Он не выплачивал этот кредит А совместный бюджет Мне просто кредит не дают Возьми ты И вместе будем выплачивать И сначала вместе выплачивали Потом они расстались Это ужасная история Вы конечно решайте как хотите Но То о чем вы договорились То и нормально Если вам норм Что там парень платит за квартиру Ты за коммуналку И за продукты Короче как вы поделили Так и ок Но Если это какая-то поездка Там совместное путешествие Куда-то И вы оба ограничены Как-то в бюджете Вы там не олигархи оба Или вы примерно одинаково Зарабатываете Не так что кто-то 300 тысяч Кто-то 30 Вы вместе копите На это путешествие На эту поездку Если кто-то зарабатывает 300 тысяч Кто-то 30 тысяч Ну глупо требовать От человека Чтобы он вкидывался Столько же Ну то есть вот Грубо говоря Один человек Может себе позволить 50 тысяч в месяц откладывать А другой Как он себе это позволит А другой Это я Допустим Он может только 5 Или 10 тысяч откладывать Потому что Или 5 рублей В моем случае Когда он за все платит И ты дала 5 рублей На кассе Такая О боже Ну в общем Как и так Ты что думаешь Я думаю То есть классная фраза Нет ничего Моего твоего Есть только наша Но она не всегда работает Сейчас объясню Мне кажется Тут очень многое зависит От того Что думает мужчина Что думает женщина Сейчас скажу Как думаю Лично я Мне похуй Твои деньги Мои деньги Мои деньги Мои деньги Зависит от того Какое положение У моего парня Ну то есть Если он Очень стойко стоит На ногах В каком-то Финансовом смысле Если у него Достаточно Денег На то Чтобы обеспечивать Себя И меня И там Он не против того Что Свои лично Заработанные деньги Я буду тратить Там на себя Или там Подарки для него И так далее И так далее Ну то есть Если ему будет Не важно Сколько я зарабатываю Он не будет Рассчитывать На мои деньги То это Неплохо Ну нет Я согласна Что это неплохо Но при этом Если нет Такой возможности Я не вижу Ничего плохого В том Что мы вместе Вкладывались Друг для друга В этом нет Ничего плохого Мне даже Чем-то нравится История Когда встречаются Два голожопых человека И потом Чего-то добиваются И вместе растут И чего-то добиваются Это даже ценится Иначе Вот Но это работает Опять же Только в том случае Если двое стараются Если двое стараются И если люди По-настоящему Друг друга любят И уважают Это факт Это факт Не нужно требовать Невозможного Условно Ну да Если вы оба студенты Ты не работаешь А он работает Глупо требовать Электриком То да Чем-то 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 или нет А я Медицинскую книжку Приноси Разберёмся Я просто всегда Ну я забочусь О своём здоровье Я всегда Интересуюсь Такими вещами И Ну как-то Как разговор Заходит Я деликатно Интересуюсь Как давно Человек вообще Проверялся И обсуждаю Эти вопросы Заранее То есть Кто как Предохраняется Потому что В какой-то период Я пила таблетки Ну меня посадили После операции На гормоны И ну так ушло Что коки Они как бы Противозачаточными Являются И я тот самый Партнёр Для которого Секс в презервативе Это Не то Не те ощущения Абсолютно У меня просто В момент Надевания презерватива Либидо Такое Типа Всё Ну я Ну вот Ну не моё Куча разных презервативов Сейчас придумали Вот эти отмазки По типу Ой Вот я не чувствую Дороги Да Резина Полиуретановые презервативы Мне недавно советовали Говорили что они Мега классные Они очень дорогие Там что-то Три штуки стоит Косарь Я их не пробовала Честно скажу Но и не хочу Ну не знаю Мне Я сейчас пытаюсь В одном Предложении Полиуретановые Совместить И презервативы Потому что Для меня Что это Что-то из разных Галактик Ну я думаю Что если Допустим Ты за Такой вид Контрацепции Ты не хочешь Пить таблетки Ты не хочешь Забеременеть Ты не хочешь Набрать каких-нибудь Болячек Обязательно Предохраняйтесь С новым партнером Всегда Пока вы не уверены Полностью В здоровье Партнера Обязательно Даже если Вы как я Которым все Не то и не это На первых порах Поверьте Когда у вас Между друг другом Страсть и химия Вы вывезете Это все Вам будет похер Но Это в первую очередь Ваше здоровье Это очень обязательно Презервативы Использовать По-любому Даже по-моему Презервативы Это не стопроцентная Защита Но по крайней мере Так вы увеличите Шансы себя Уберечь Во-вторых Так объяснить Партнеру Если он Настаивает на том Чтобы заниматься Сексом без презерватива А вы вот Не готовы Это что за партнер Такой Который вас Принуждает К незащищенному сексу Это неуважение Это не что-то Вот такое Что Ты что Меня не любишь Вот эти манипуляции Ты что Меня не любишь Ты что Меня не уважаешь Ты что Не доверяешь Мне Вот это Это манипуляции Когда человек так говорит Все пока До свидос Просто Тут нечего добавить Больше У меня есть что-то добавить Добавляйте Я думаю Что это вопрос Уважения Друг к другу К своему здоровью Состоятельствам И так далее Если Мы говорим О том Когда там люди Предохраняются Для того Чтобы И забеременеть Да Чтобы исключить Шанс Нежелательной беременности То Это один момент Да И тут Это очень важно Потому что Покалеченная жизнь Никому не нужна Если мы говорим О том случае Когда люди Там Не муж и жена Там Просто встречаются Или там Вообще Не встречаются То Мне кажется Это первая необходимость Какая-то И очень Печально Что у нас В школах Так мало Об этом говорят И что Отсутствуют Уроки Воспитания Что я готова Закрыть На все Глаза И довериться Человеку Я бы хотела Довериться Человеку Но я боюсь Это сделать Но подожди При этом Когда ты Обожглась В своих отношениях То точно так же Прыгала В людского Там были Другие Совершенно Ну Водные Другие Были Совершенно Абсолютно Там все Было По-другому Это все Зависит От ситуации В зависимости От того Что за Человек Просто Есть Определенный Опыт Жизненный Вот у меня Что Когда мне парень Изменил С моей подругой Близко И кинул Мне в Краснодар Я сам С ней Съебался В Москву После этого Проблемы с доверием Конечно Появились И действительно Очень сложно Не перекладывать Сего На другой Опыт Я понимаю Что все Люди Разные Все Ведут Себе По-разному Выглядят По-разному Кто-то Может Визуально Выглядеть Как Мудак А на деле Оказаться Милым Добрым Пирожком И наоборот Приятные Милые Румянощакие Люди Оказываются Самыми Последними Мудилами Это просто Идти к психологу Идти к психотерапевту С этим запросом И решать Это Потому что Это Большая Серьезная Проблема У меня Я просто вспоминаю К чему Обычно Такое Приводит Мне доверие Очень легко Подорвать До свидания Я поехала Любая мелочь По типу Не знаю Вы начали Общаться С парнем Встречаться Куда-то Выходите Гуляете Вас постоянно Видят вместе И потом Тебе От твоего Знакомого Приходит Сообщение Типа А тут Слушай Мужчина твой Сидит С какой-то Девушкой Я конечно Ничего против Не имею Но у вас Там все Хорошо И вот Сиди Думай Сестра Это его Или это Просто Его Какая-то Подруга А в этот Момент Вы там Встретиться Должны Были Он встречу Перенес Сказал Что у него Дела Почему Он тут Сидит С девушкой А потом Окажется Что встреча Была С какой-нибудь Своей Сестрой Чтобы Приготовить Для девушки Сюрприз И Как-то Пришлось Соврать Ну то есть Там вообще Такие сюжеты Такие повороты События Бывают Что ты Никогда Не узнаешь Такие истории Тоже кажутся Неправдоподобными Из-за этого Или когда парень Один раз Соврет И все И ты потом Просто сидишь Такая Ну а тут Он врет Или нет Самое главное Мне кажется Искренность В отношениях Когда вам Не приходится Врать Когда вы Я просто не знаю Как это правильно Сформулировать Ну вот Когда ты Человеку Говоришь Правду Ты знаешь Что эта правда Может не понравиться Но ты не хочешь Человека обманывать И если он Из-за этой правды Ну то есть Готов разрывать С тобой отношения То и какое-то Мне кажется Что если ты По-настоящему Человека любишь Ты примешь Эту правду Ну то есть Если это не какая-то Измена Дело не в любви Подожди Это же на разных Этапах отношений Может быть Разные ситуации Бывают в жизни Вот типа смотри Я рассталась С парнем Смотри Окей Я рассталась С парнем Закончили отношения Но мы сейчас Живем с ним В одной квартире Потому что Мне нужно найти жилье Мне некуда идти Я там Мы с ним вместе Переехали в другой город Он же меня не будет Выгонять Ну если он адекватный И я не буду Там с горящей жопой В истерике Брать кредитки Чтобы куда-то переехать И допустим У меня в городе Никого нет И у меня была такая ситуация Когда мы расстались С парнем Мы еще месяц Жили с ним вместе В его квартире В Москве Потом он правда Уехал в Смоленск Жить там К своей маме А я еще пару месяцев Жила в его квартире В Москве Но при этом Вот этот месяц Мы жили вместе И при этом У него уже появилась Девушка новая С которой он уже встречался На протяжении этого месяца И эта девушка Не знала Что мы живем вместе Между нами Ничего не было Абсолютно ничего не было Мы просто жили вместе Как сожители Как знакомые Но при этом Если бы Ситуация Что там Парень расстался с девушкой У него такая же ситуация С моей стороны Я бы очень сильно ревновала Если бы мой новый молодой человек Жил с бывшей Я Ну честно Я бы Я не знаю Как доверять Просто потому что У меня был опыт того Что мне изменяли С бывшей девушкой Мне изменяли С подругой изменяли И я не знаю Я стараюсь верить И не перекладывать свой опыт Потому что я знаю Что у меня тоже был такой опыт И у меня было в нем Вот так вот Что у нас действительно Между нами с бывшим Ничего не было Ну я не исключаю Что такое может быть Потому что Я знаю историю Ладно скажу Короче Я была как раз По ту сторону Про которую ты говоришь Ну то есть Я была вот тем человеком Там тоже была такая история Что там просто доживали При этом Не были вместе И так далее Но это было Настолько тяжело Это настолько морально Меня изнутри Съедало И давило на меня То есть Если бы я не доверяла Ну это было бы Очень трудно Правда Ну и мне тоже сейчас Тоже очень трудно То есть меня Единственное Что спасало В этой ситуации Это что я действительно Верила человеку Доверяла И я не сомневалась В нём на тот момент Что действительно Вот это вот так Ну вот Потому что человек Не давал мне повода Для этого Но Что самое ужасное Что она не знала Что он там за кем-то ухаживает О какие-то отношения И так далее А я знала Что она не знает В общем мне кажется Что это неправильно И важно говорить честно Потому что На тот момент Ну как будто на двух стульях Пытается усидеть Да-да-да-да Ну то есть Это на самом деле ужасно И я понимаю Что сейчас Я бы Не смогла Это принять Вот Про доверие в новых отношениях Это вообще Моя больная тема Мне очень тяжело Доверять Людям Особенно мужчинам Близко к себе Подпускать Какая-то такая история Я могу там Общаться с человеком Пять месяцев И за это время Там Ни разу не поцеловаться С ним Допустим Из-за вот Какой-то своей Боязни Но при этом Если мне Сносит Голову Чувствами То все От и даже Если мне Сносит Голову Ну нет 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 Ребята Оставьте эти сказки Для театральной студии Ну то есть Так не пойдет Только поступки Если я вижу поступки И мне сносит Отнеси информацию Отнеси информацию Деликатно Я эту ситуацию Врать Я всегда говорю Честно Вот если я так Сказал Значит так и есть И я такая Окей Если ты так Сказал Я тебе верю Значит так и есть Но если в следующий раз Я что-то узнаю Что Ну я этого не сказала Это для себя Я сделала выводы Конечно Так дерзко Мы только у себя В голове разговариваем Обычно Нет В целом Ну просто это получается Что ты человека Как будто ему Ультиматум какой-то ставишь Типа окей Сейчас я тебе поверю Ну вот Для себя я просто Сделала вывод О том Что Пусть так Мне конечно Там что-то неприятно Я конечно Тяжело в это верю Но верю Но если произойдет Какая-то ситуация При которой мне человек Говорил что это правда А кажется что это вранье Все Я не знаю Что ему нужно будет сделать Чтобы доверие Это восстановить Потому что Ну это будет пиздец Следующий вопрос Он восхитительный Как справляться С ревностью Никак Я считаю что ревность Это не про неуверенность В себе Не про неуверенность Я в себе уверена Я не уверена Блять в партнере Не Я думаю Что ревность Она сама по себе Исключается Ну то есть Приходит в какой-то такой Шуточный формат Несерьезный Когда у тебя нет повода Для ревности Когда ты На сто процентов Уверен Что человек Полностью Ну Заинтересован в тебе И погружен только в тебя Когда он на тебя смотрит Как на сокровище И ты понимаешь Что Кто бы рядом Сейчас с ним не сел Ну ему будет все равно Потому что для этого человека Важна именно ты Вот тогда Ты вообще полностью Спокой Притом это работает Как в ту сторону Так и в другую сторону Мне кажется Что для девушки Все равно важно И приятно Чтобы Ее немножечко ревновали Ну как ревновали Не так что Пришло уведомление Кто тебе там пишет Или куда-то пошла Или еще что-то Да Ну то есть мы не про радикальную ревность Сейчас говорим Когда допустим Мужчина замечает Что у него привлекательная женщина Которую замечают На которую смотрят И он ну как бы такой Что Да Это моя женщина Она пришла со мной И так далее Ну не так что он идет Бить ебало Типа Ты чего там На мою женщину посмотрел Но мне кажется Что при этом важно Чтобы мужчина мог И Ну постоять за честь Нет Ну это в случае Когда женщину обижают Или кто-то пристает А не так что На нее просто посмотрели А он уже там С кулаками летит Морду бить Это неадекватно Слушай ну мне кажется Что да Стороны ты права Но в моем вот случае Я ревнивая на самом деле Я очень ревнивая Я собственница Да Я тоже очень ревнивая Я не знаю что с этим делать Ну мне нужно просто быть уверенной В том что Блять Я не хочу этого говорить Но скажу Понимаете Вы можете кидаться тапками В комментариях Камнями Я не хочу этого говорить Но я скажу Партнер должен меня убедить В том что Вот я единственная Любимая Самая лучшая Неповторимая И тогда я ему буду верить Я расслаблюсь Я поверю Но я знаю что есть такие девушки Которым это не доказали Идите Нахуй Психотерапевту Сейчас здесь не будет Никакой интеграции Сервиса Ясно Потому что они не заплатили У этого видео нет Сто уже я сделала Нет Нет все Я это запихаю Суть в том что Тут есть такие моменты Да что ты бесполезна Ты сколько себя Ну вот Сколько ты не стараешься Тебе нужно идти к психотерапевту И прорабатывать Но при этом Если я полностью уверена Что действительно Человеку Никто кроме меня Не нужен Если это все Очень глубоко По-настоящему Искренне Возвышено То тогда Я спокойно буду Когда он Куда-то там Пойдет Со своими друзьями Если у них там Чисто мужская компания Это вот Мой внутренний конфликт Есть такой нюанс В актерской профессии Она подразумевает Что ты выполняешь Абсолютно все Что тебе скажет режиссер Если ты действительно Профессионал своего дела Там есть такие нюансы Как сценические поцелуи Какие-то может быть Откровенные наряды Всякие разные сцены И так далее И так далее Очень мало мужчин Которые могут Принять это Как профессию Которые будут Спокойно на это реагировать Понимать Что это просто работа При этом Я беспокла Извините При этом я Ну тоже понимаю Что мне было бы Очень тяжело Хотя я знаю Что это действительно Просто работа Что это ничего Не требует Ну то есть Что это ничего Не означает Это вообще на самом деле Очень-очень неприятно Когда тебе приходится Там Играть какую-то любовь И целовать там человека Ну Которому ты вообще Ничего не испытываешь Ну вы просто Коллеги Блин А прикинь В одной сцене Секлзом сниматься Или с Джаредом Подалеки Нет А я тебе хочу сказать Там такие сцены Горячие были А я тебе хочу сказать Что я Когда влюблена Мне вот Кого не предложи Кого рядом не поставь Джаред Не Джаред Это вообще без разницы Ну то есть Вот человек Который рядом со мной Ну это идеал Я просто счастлива Когда я влюблена У меня то же самое Мне как в кино Знаешь Ты идёшь Вот идёшь Впереди толпа людей И вот твой человек Вот этот твой мужчина Там стоит где-то И всё вокруг Чёрно-белое И только он один Вот в цвете Лица размытые Все Абсолютно Да Все лица размытые Ты видишь Отчётливо Только его лицо Это у меня Когда я люблю человека У меня так всегда Следующий вопрос Потрясающе Восхитительный Спасибо большое Всем, кто написал вопросы Я передаю привет Своей маме Всем своим родным Всем, кто на меня голосовал Итак Ты говорила В одном из своих видео Что Давай Я как будто бы Немножечко интерфейер Сейчас Давай Вика Наконец-то У меня сейчас будет интервью Вика В одном из своих видео Ты говорила о том Что ты не веришь В дружбу между мужчиной И женщиной Как ты относишься К общению С девушками Друзей Итак Я на самом деле Да Я Я не верю В дружбу Между мужчинами И женщинами В вашей картине мира Это может быть Возможным Это существует У меня есть У меня есть Знакомые мужчины Друзей мужчин У меня нет Я не верю Во все это Для меня Когда мне мужчины Говорят Что вот Моя лучшая подруга Извините Но мой парень Со своей лучшей подругой С кем вообще О ком Не стоит переживать Она мне Как сестра Опыт показал Что инициатива Дело семейное Как бы Вот такая вот Лучшая подруга Как бы Ну там просто ситуация Что она изначально Была его лучшей подругой Потом мы познакомились Втроем Мы с ней тоже Стали лучшими подругами И мы сначала Втроем дружили До того как Вообще у нас Завязались отношения Между ними Всегда были Только дружеские чувства Вот исключительно Я никогда Не видела Никакого Ни намека Ни косого взгляда И у меня никогда Даже не возникало Вообще мысли О том Что такое может быть Конечно Женская ревность Она во мне присутствовала Но это очень быстро Пресекалось Я очень быстро Успокаивалась Как минимум У нас были Разные вкусы Мужиков с ней И она вообще Не понимала Как я с ним Могу встречаться А теперь очень даже Прекрасно понимает У меня большой стресс Когда я знакомлюсь С новым мужчиной А потом оказывается Что у него миллиард подружек Он там может Ночью сорваться Поехать ее успокаивать Три часа ночи Он же друг Он же друг Она же не может Сама Она же не может Сама успокоиться Она же маленькая девочка И сама не успокоится Если он не приедет Ее успокаивать Он там бросит Все твои дела Пренебрегает Ты же Если бы была на ее месте Ты бы тоже хотела Чтобы тебя поддержал Друг А не бросил В эту сложную Трудную Нет Но нужно же голову Включать Если ты знаешь Что твоего друга Девушка И блять Приезжайте вместе В чем проблема Приезжайте вместе Поддержите меня вместе Если это ок Это сарказм Я с тобой согласна Вот Я поняла Что это сарказм Просто Я сейчас подумала Что я сейчас получу Нет Нет У меня это конечно Ну определенный стресс Но У человека была жизнь до меня У человека может быть Другая точка зрения Возможно у него В его картине мира Это существует И я если люблю человека Я это принимаю Если я уверена И убеждена в том Что все действительно Так как есть Как мне рассказывают Если меня не обманывают Если есть доверие И желательно Чтобы я была знакома С этими подругами И не вытаскивала их Из нашей кровати Но Это имеет место быть Желательно Чтобы у них тоже были Свои парни Ну короче Я просто знаю Что такое бывает В этом мире Но как-то не у меня Вот у бывшего парня У всех его друзей Были девушки Были жены Он не то чтобы Дружил с ними Он с ними Очень хорошо общался Когда они там Куда-то вместе Ходили Гуляли Там пацаны Брали своих девушек Если я не хотела идти Пожалуйста Вообще без проблем Но они не были его подругами Они были женами И девушками Его друзей Не подруги Это Ну то есть Он даже поставил это так Что они мне не подруги И у него не было подруг У него были знакомые Одноклассницы Однокурсницы Он с ними не чатился Не переписывался Вдвоем не ходил Не гулял Не встречался Потому что ему это было не нужно Ему это было неинтересно Точно так же И с моей стороны То есть это не одностороннее движение Точно так же Как и я Когда у меня есть партнер Я не хожу Не гуляю Не встречаюсь С другими мужчинами Не прихорашиваюсь Не наряжаюсь Такая вот вся Если мне кто-то напишет Из старых знакомых Я могу спокойно Попереписываться Если мне предложат Какой-нибудь бывший Мой одноклассник Пойти попить кофе Как бы Спрошу у своего партнера Не разрешение А просто Спрошу его мнение На этот счет Как он вообще К этой ситуации относится Если я пойду встречусь Это вот мой бывший одноклассник Как ты себя будешь При этом чувствовать Если тебе ок Я бы хотела Я пойду Окей Если человек говорит Окей Без проблем Если человек говорит Ну слушай Я вообще первый раз Слышу про этого одноклассника Что-то как-то Ну такое себе И точно так же Когда у парня Допустим Куча подруг Было до меня Вот он со мной знакомится У него куча подруг И я вот слышала Про Дашку Про Машку Про Катьку Про Алинку И вот мы встречаемся год И тут возникает какая-нибудь Лера Внезапно Кто такая Лера? Подружка Какая подружка? Откуда она взялась? Чего там с ней? Ой, у нас там Новая коллега на работе Лера Вот она такая классная Такая прикольная Мы вот пойдем в бар Вечером И сходим Пивка попьем Ну ты иди пей Но я буду недовольна Будет конфликт Я буду против Таких посиделок Ну для меня Это ненормально И тут дело Ну не про Мою уверенность в себе Тут Ну про недоверие Да Я Ну мне страшно Что меня предадут Я понимаю адекватно Что Если человек Захочет Он сделает Да Я это прекрасно Понимаю Но я не люблю Себя чувствовать Идиоткой Меня это бесит Знаете Даже больше не то Что сам факт Того Что человек Мне изменит А факт того Что человек Настолько не уважает Меня Что он Позволил себе Изменить Мне И держать Меня при этом За идиотку И в неведенье Типа Что я живу И не знаю О том Что мне изменили То есть я люблю Человека Который этого Уже не заслуживает И не знаю О том Что вот Я такая дурочка Вот это Меня больше бесит А не сам факт Измена Ну изменил Давай И пусть пошел Он нахуй Как говорится Что я хочу сказать По этому Да Благодарю Что я хочу сказать По этому поводу Я тоже Не верю В дружбу Между мужчиной И женщиной При этом У меня Достаточно Много Достаточно Много Лиц Мужского пола Кто общается Со мной Разговаривает Но Это Мои Разговаривают Ну Просто Я не могу Этих людей Назвать Своими Друзьями Ну то есть Это Или мои коллеги Или мои Просто Приятели Знакомые Но Просто В моем понимании Друг Нет такого Что это Вот прям Друзья Друзья Я верю В то Что люди Могут Дружить Семьями Какими-то Парами И так далее И то Мне сложно Представить Обстоятельства При которых Там Муж Моей Подруги Был бы мне Друг Друг Ну то есть Слушай Ну вот да У меня Я свою лучшую подругу Познакомила С ее парнем Получается Они все это время Вместе Я в восемнадцатом году Их познакомила Я встречалась С его лучшим другом Потом познакомила С парнем И познакомила Вот свой ЛП С этим мальчиком Они до сих пор вместе И при этом Мы с ним вообще Не друзья Абсолютно Ну и Все на этом И точно так же У меня нет Вот таких вот Мужчин Знакомых Друзей От которых я не смогла Б отказаться Ради любимого человека Если ему неприятно Что я с ним общаюсь У меня нет У меня нет такого уровня Близости Ни с одним мужчиной Чтоб я Своему партнеру Который такой Слушай Мне прям очень неприятно Что ты с ним общаешься Я бы не сказала Слушай Но при этом Это тоже знаешь Вопрос Это как манипуляция Вопрос ультиматумов И каких-то вот Нет, не ультиматумов Нет, не ультиматумов Кристина Это разное Ну слушай Мне вот не нравится Что ты с ним общаешься И вот как-то Ты с ним не общаешься Нет, нет, нет Кристин Мне неприятно, что ты с ним общаешься, я испытываю вот такие чувства, давай, ну, это как-то обсудим, не так, что мне не нравится, что ты с ним общаешься, не встречайся, с ним не общайся, нет, когда человек говорит так, типа, не тебе решать, с кем не общаться, если человек это преподносит не как требование, а как констатацию своих эмоций, это совершенно другое, это разные вещи. Ну, тут еще, мне кажется, важно, в принципе, чувствовать настроение твоего партнера и то, что он может почувствовать в той или иной ситуации, условно, если меня там приглашают куда-то на какой-то вечер, какое-то место, да, и там есть какая-то... И тебе будут кругом одни мужики. Нет, не кругом одни мужики. Ну, корпоратив, допустим, на работе. Допустим, отличный пример, допустим, корпоратив на работе, и я знаю, что человеку, с которым я в отношениях вряд ли будет приятно, он будет просто переживать, то либо я предложу пойти вместе, вообще это идеальный вариант, идеальный вариант. Меня так бесит, когда говорят, что нет, на корпоратив только свои, никого не берем, ни мужей, ни жен, а потом все равно кто-то притаскивает кого-то из своих, и ты смотришь сторис такую, типа, ну, а какого хера Максон позвал Настю? И такие, типа, ну, вот он просто взял и привел, потому что Максон захотел Настю привезти, он ее и привел, а ты нашел причину, почему не брать. Да, я согласна. И, ну, то есть, я тогда не пойду, для меня действительно в приоритете стоит вот человек, который рядом со мной, которого я люблю, уважаю, ценю и так далее. То есть, возможно, о каких-то вещах я даже спрашивать не буду, потому что заведомо буду знать, что это будет неприятно. Хотя я знаю, что, может быть, в этом нет ничего такого, но если человеку будет неприятно, я даже спрашивать не буду у него, ну, то есть, я сразу дам ответ, ну, даже не буду выносить эту ситуацию на обсуждение. И еще ты говорила очень крутую вещь про знакомство вообще с друзьями и так далее. Это очень важный момент для меня. Ну, то есть, для меня важно, чтобы человек, с которым я в отношениях, знал, с кем я общаюсь. Да? Знал, с кем я общаюсь. Простите. Вот, просто невозможно оторваться от этой красоты. Так, знакомство с друзьями, это очень важно. И мне было бы приятно, и я бы оценила, если бы молодой человек познакомил бы меня со своей компанией, со своими друзьями, с кем он общается. Я бы увидела его круг. Ну, и точно так же я захочу... Я обычно тоже хочу познакомиться и любимого человека, да. Да, со своими... Я хочу его показать обычно всем. Но подруги-подруги такое тоже, типа, ой, вот я Komzi... Не всем подругам покажешь. Ну, слушай, ну не то, чтобы не всем подругам покажу, у меня не то, чтобы много подруг. У меня, типа, вот в Москве Соня лучшая подруга, как бы... Это же одна лучшая подруга. Есть подружки в Смоленске, ну, типа, зачем мне моего парня знакомить с моими подружками какими-то, просто подружками. Я, блядь, одну уже познакомила И чем это кончилось Ну ладно, они были знакомы Познакомьтесь Вы встречаетесь случайно в торговом центре Это мой парень, это моя подружка Но близкие друзья Вот сейчас это очень важная тема Знаешь, как меня мой бывший представил? Короче, у меня бывший парень Мы идем гуляем, короче, по парку И встречаем жену его лучшего друга С ее коллегами И мой парень представляет меня Как познакомься, это моя подруга И я такая Подруга, значит Я имел в виду, что ну вот Я говорю, ты сказал подруга Подруг тоже страхует С подругами спят, с подругами ходят на свидание Но в его картине мира Подруга это типа вот девушка С которой у него мутки Да нет, ну типа у него в его картине мира Это так Ладно, ладно, я сделаю вид, что я это Но типа нет У слова подруга есть определенное Обозначение у слова девушка Есть свое обозначение Услово любимой женщины Третье Но в целом да Как бы не подруга Девушка Давай по-настоящему, на который мы не отвечали Короче, этот вопрос будет касаться свадьбы Отношений Мы все просто соберем вместе в один вопрос Потому что их было несколько Они между собой чем-то похожи Будете ли вы приезжать к парню Готовить ему Убирать до момента Пока живете раздельно И как скоро вообще стоит выходить замуж И делать предложение Когда вы понимаете Что как бы уже можно будет Ну вообще съезжаться Можно ли вообще жить вместе Будучи просто в отношениях Если тебе там не сделали предложение Да, мы вчера очень долго дискутировали на эту тему Потому что я считаю Что прежде чем парень Сделает девушке предложение Им необходимо пожить какое-то время вместе Для меня это время полгода И ну то есть за полгода для меня Ну в принципе все становится понятно Человек уже может понять Сделать какие-то выводы от человека Узнавать друг друга можно На протяжении всей жизни просто Всю жизнь можно жить с человеком И узнавать его Вот эти вот отмазки По типу мы недостаточно хорошо Друг друга знаем Для меня это просто отмазки Я считаю чуть наоборот Что нельзя съезжаться Ну нельзя тоже плохое слово Что можно, что нельзя Что детский сад вообще Что хочу, но я делаю Сама королева своей жизни Королева, бля, сейчас мне кровать чуть не намочила Надеюсь, мой отец не увидит этого Я считаю Ну вот я бы, например Точно не съехалась бы с парнем Если бы он не сделал мне предложение Ну то есть я съедусь только в том случае Если я буду в статусе невесты Мне кажется, если мне сейчас напишет товарищ мой Все, собираю вещи, переезжай Я просто такая, блядь Ни слова больше Я поехала Не знаю, я просто настолько как-то уверена в человеке Почему-то Просто мне кажется, что когда люди съезжаются Там это уже определенная модель брака Просто чисто Я в том месяце на своем видео Я 100% абсолютно точно не готова к отношениям Появляется мужчина на горизонте Парень Извини, ты классный, ты хороший Я не готова к отношениям Просто две недели проходит Появляется этот человек Я готова переехать в другой город Вообще без проблем Ну это потому, что, видишь, ты просто очарована, околдована И это приворот какой-то Я отвечаю Прыгаю в пропасть Это приворот Нет, это просто женская голова Нет, ну такого не было же у меня Вот чтобы вот так Когда парень и девушка съезжаются То это уже какая-то определенная модель брака Симулятор брака Симулятор Демо-версия Демо-версия Дальше подписка Зарегистрированным пользователем Дальше по свадебной подписке Премиум Да, премиум Плюс И там получается так, что, по сути, женщина выполняет все обязанности жены А мужчина там обязанности мужа У меня вопрос У меня сейчас будет просто Мне подорвется жопа Давай А кто тебе сказал, что то, что девушка выполняет в отношениях с парнем Это обязанности жены Что есть обязанности жены, что есть обязанности мужа Это обязанности Нет никаких обязанностей Это норма Это то, о чем вы договорились Слушай, это просто так Или это условно Это условно такое словосочетание. Понимаешь? Как это называется? Не свадебный долг, а... Я поняла, что ты имеешь в виду. Как это? Подожди. Свадебный долг — это когда вы сыграли очень роскошную свадьбу в кредит, и после этого вы работаете на свадебный долг. Это свадебная обязанность. Это все армянские свадьбы просто. Очень дорого-богато, но потом свадебный долг просто. Это условное словосочетание обязанности жены, обязанности мужа. Имеется в виду, что вы живете, по сути, как муж и жена, но при этом вы друг другу, ну, десятая вода на кисле, вы просто сожители, сожители. И смысл парню делать предложение вообще и так далее, если ему и так ок, если... Она все равно делает все то же самое, что делала бы жена, и живет со мной точно так же, как жила бы жена, ну, и мне и так нормально. А потом пройдет... Ну, вот вы живете вот так пять лет, восемь лет, и ничего не меняется, и вряд ли поменяется. Ну, то есть, либо она проест ему мозг уже, и он не выдержит, и, окей, делаю тебе предложение. Но это же выпрошено. Пошли в ЗАГС. Это выпрошено, правильно. Либо ей просто это надоест, и она уйдет. И получится так, что... Выйдет она потом еще через... Уже через месяц за другого просто. Да, 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 да. Ну, то есть, и тогда получается, что пять лет жизни, восемь лет жизни просто украли друг у друга. Ну, просто какой-то подход. Я считаю просто, что эти вещи нужно просто проговаривать с самого начала. Вот я со своим знакомым, мы недавно встречались, гуляли, обсуждали эту тему, типа, как вообще скоро, ну, желательно сделать предложение. Ну, как бы мужчина же делает предложение. Я у него спросила, как ты считаешь вообще через сколько, парень девушке предложение должен, может и должен хотеть, блядь, делать. На что он мне сказал, что, в принципе, как бы, ну, полугода достаточно, чтобы уже понять, что действительно этот человек полгода-год, это типа, ну, вот прям реально уже можно сделать предложение. Этого достаточно. И я, ну, придерживаюсь абсолютно такого же. Если ты понимаешь, что ты любишь человека, и ты прям, ну, ты чувствуешь всеми фибрами души, что ты его любишь, а чего терять время, как бы? Вот. И поэтому мы с вами. Я не, подожди, сейчас. Я не договорила. А, ладно. Но я считаю важным это обсудить на самом начальном этапе отношений, как вообще мужчина относится к браку, что для него важно, что не важно. Вот опять же, бывший мой парень, он вот, он не хотел жениться, ему это просто было не нужно. И когда я уже уходила, он такой, а если мы поженимся? Я говорю, мне вот это не надо, чтобы меня удержать, а если бы, да кабы. Но ты не хочешь, я не буду тебя заставлять, мне не нужно предложение, которое вынужденное. Ты не хотел, и тебе пришлось его делать. И, ну, с человеком нужно обсудить. Может, он себя видит так, что вот у меня есть вот такая вот картина развития жизни, у меня есть четкий план на свою жизнь, я его вижу так, что вот до этого возраста у меня вот это, вот это, вот это предложение у меня вот здесь. Все. Ну, во-первых, вы до этого предложения можете недовстречаться, а с другой стороны, у тебя, по крайней мере, есть ясность, как бы четкое понимание. А когда, ну, может быть, когда-нибудь... Ну, я еще не уверен до конца, я не понял. Я, блядь, поняла, что я тебя люблю и хочу быть с тобой всю жизнь, а ты, блядь, не понял. Ну, вот, 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 это то, о чем я говорю. Ну, то есть, я не понимаю, когда люди съезжаются, живут вместе просто какое-то количество времени для того, чтобы... Ну, вот, мне нужно присмотреться, что вы присматриваете? Ну, то есть, это же... Вы же не какой-то товар в магазине выбираете, присмотреться, не присмотреться, а потом... Ну, смотри, опять же, тут человек у тебя всю жизнь жизнь. А потом как неудачную куртку верну, так что ли? Ну, человек и брак ты не вернешь, как неудачную куртку в магазине. Если ты присматриваешься к кроссовкам и читаешь отзывы, миллиард отзывов, а выбираешь себе это в партнера просто по щелчку в 3.15... Никто не говорит в 3.15, просто что вы там присматриваете? Ну, видите, у меня... Что там присматриваете? Если обо всём можно просто поговорить. Если есть какие-то вещи, которые ты знаешь, что ты, ну, вот, не сможешь с этим ужиться никак, ну, никак. Я вот знаю, что я не смогу ужиться с человеком, который ходит с грязной головой. Ну, просто, ну, не смогу. Мне для этого, ну, мне, чтобы это понять, не нужно присматриваться и жить с человеком до того, как он там сделает мне предложение. И куча каких-то таких нюансов. Если для вас это важно, просто спросите, поговорите. Смысл врать? Ну, то есть, если, условно, для человека очень важно, чтобы дома была всегда кристальная чистота и так далее, да? Условно, возьмём мужчину. Для него важно... Со мной ему лучше не жить. Но важно, чтобы женщина была, ну, прям, суперчистоплотной. А при этом девушка, ну, там, если себя будет плохо чувствовать, она там может себе позволить не помыть посуду сегодня и так далее. Она устала, она пришла с работы. Я вообще, в принципе, могу себе позволить не помыть посуду сегодня, потому что я не хочу вот сегодня её мыть. Ну, вот, блядь, не хочу. Ну, вот, а он, условно, это принять не может. Вы же можете это узнать в процессе разговора. Смысл будет ей врать? В итоге-то это всё равно всплывёт. Смотри, ну, в процессе разговора есть такие моменты, которые в процессе разговора не всплывают, потому что до разговора обычно какие-то вещи не доходят. И это можно понять только пожив вместе. И вот вы не жили вместе, общались, а потом он делает тебе предложение, вы женитесь, и потом вы съезжаетесь. Нет, окей, хорошо. Так, и какой, например, пример? Да любой пример, понимаешь? Сыт он в раковину. Вот ты узнала об этом в процессе жизни. Он такой, я привык ссать в раковину. И ты такая, блядь. Ну, не знаю, я не видела таких мужчин. Я попросила пример, я тебе говорю. Хорошо, условно. Вот он в доту играет по ночам. Я этого не знала. И лупит по клавиатуре. И ты такая, типа, блин, чел, ну, вот я спать ложусь в 10 вечера, мы живём с тобой в однокомнатной квартире, давай что-нибудь с этим придумаем. Он такой, а я работаю до 8 вечера, час добираюсь домой, у меня есть время поиграть только в это время. Ну вот. И что? И он такой, ну, я буду играть. Надень наушники, надень беруши. Приходится искать какой-то компромисс. Ты такая, блядь, я не хочу надевать наушники беруши, я хочу нормально спать. Мы вместе против проблемы, не против друг друга, Вика. Ну, а как её решать тогда? Обычно как? Ну, нормально решать. Ну, понимаешь, есть такие ситуации... Науки на компьютер. Вот, есть такие ситуации, в которых нет никакого компромисса. Из любой ситуации можно найти выход. Из любой... Из любой... Простите. Из любой ситуации можно найти выход, если это не измена, если это не ситуация, когда парень поднял руку на девушку. И если это не парень, который играет в доту. Если там девушка позволила низить своего парня и так далее. Вот все остальные моменты можно решить. Любой вопрос. Если вы любите друг друга вместе. Ну, если вы любите друг друга. А если парень любит доту больше, чем тебя, то всё, пока. Даже если он с этим раковину. А вы уже женаты. Можно сделать ему отдельную раковину для семья. Вот и решение проблем. Ну, то есть... Как вариант. Раковина для семья. Ну, правда. Ну, для жопы придумали раковину биде. Да. Я, кстати, обожаю биде. Поэтому в американских фильмах в туалетах показывают эти вот писсуары, которые похожи на раковину. Раковина для семья. Для тех, кто не определился. Может быть, он всегда мечтал просто, чтобы у него был писсуар, а его не было. Ну, мой, так хочу, могу. В общем, друзья, мы ответили... Подожди, мы что, закончим на писсуарах? Мы закончим на писсуарах и на санье в раковину? Да. Нет, пожалуйста, давай какую-нибудь позитивную лепту внесём. Оставляйте ваши комментарии. Нет. Мы заканчиваем на санье в раковину и писсуарах наши ответы на вопросы. Но я хочу сказать, что в целом вообще самое важное, что у нас же выпуск про отношения. В отношениях самое главное — это доверие, это верность, включённость друг в друга и в конфликтных ситуациях быть вместе против какой-то проблемы, а не против друг друга. И главное ещё принятие. То есть, если вы знаете, что у вашей девушки ПРЛ, вам нужно быть готовым к тому, что вы вступаете в отношениях с девушкой с ПРЛ, а не так, что потом вы истерите и психуете. Понимаете человека полностью таким, как он есть. Да, без попыток его переделать. Но во всём должна быть, опять же, мера и договорённость. Не то, что он ходит, орёт, психует, бьёт посуду, и вы такие, я принимаю это. Но это уже неадекватно. То есть, всё, норма всё то, о чём вы в отношениях договорились. Если для вас является нормой, что парень за всё платит, и парень так же считает, это ок, это нормально. Если вы с парнем считаете, что каждый должен платить пополам, каждый сам за себя, у каждого свой счёт, и ваши траты не пересекаются никак, и вам обоим ок от этого, без проблем. Если там, я не знаю. Ну, короче, всё, о чём вы договорились, всё норма. Что я хочу сказать? Мне кажется, что отношения, любые отношения строятся... Не только. Это труд ещё, хотела сказать. Просто вот доверие, ну, то есть, мне кажется, что это само собой разменяющаяся какая-то вещь. Это уважение, искренность, отсутствие траха ответственности, чувство юмора. Ой, это тоже так важно. Чувство юмора. Блин, когда мужик смешной, это всё полдела. Души, да, и принятие человека таким, какой он есть. Понимать, что ты действительно любишь этого человека, даже если, я не знаю, вот для меня есть показатель, готов ли ты быть с этим человеком, даже если у него что-то случится. Ребята, свадебная клятва в богатстве и бедности, в горе и радости, в болезни и здраве, пока смерть не разлучит нас. Пока смерть не разлучит нас. Или какая-то сука. Какая-нибудь смерть, да, или какая-нибудь измена, какая-нибудь наркотическая, алкогольная, игровая, зависимость, или какое-то насилие. Всё. Со всем остальным можно жить и можно найти абсолютно любое решение проблемы, если вы честны, если вы любите друг друга. Всё. Если есть любовь, всё остальное вообще горы по колено. Я согласна этим полностью. В общем, друзья, любите, будьте счастливы. Ебитесь. Я желаю всем одиноким найти свою любовь. Мне в первую очередь можно? Нет, в первую очередь нет. Крыса. Бля, ты крыса. Крыса-крыса просто. Я хочу свадьбу. Я хочу. Да, позитивные ноты закончились. А ты пройдёшь на мою свадьбу? А ты позовёшь? Да, ты. Конечно. Ну всё, потом будем свадебный долг разгребать. Всё. Заканчиваем. Друзья, огромное спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, что вам было интересно. Обязательно оставляйте свои комментарии касательно разных вопросов. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Кристины. Все ссылки будут в описании, в закреплённом комментарии. И... Что? И всё. Надеюсь, это видео вообще посмотрят. Там, блядь, на 2 часа напиздели. До скорых встреч. Йиху! Это было мощно. А ты говорила, что сегодня будет неинтересно. Видишь, интересно. Потому что мы, блядь, чуть не подрались с тобой. В процессе. Зато, какой... Какие же вы эмоции на Каус Трестей? Нет, ну вчера мы, конечно, как-то такие... А, осознанно. А сегодня какие-то крометки. Кристина, ты не права. В самом начале видео. Кристина, мне ничего не навязывай. Я ей ничего не навязываю. Так же... Нет, Кристина. Ты не права. Я сейчас тебе объясню. Доходчиво и ясно. Это не об этом. Там не об этом вопрос. Что такое? Женская обязанность и мужская. Что такое? Обязанность жены. Я кому-то что-то обязана. Да и нет. Все равно, все равно круто. Видишь? Все равно круто. Я же тебе говорю. Да, все равно круто. Вещи свои собираем. Ебывай, да, мой звезд. Я царица и императрица. Я царица и императрица.